Друзья, привет! В этом видео я хочу сравнить два планшета. Это iPad 2018 и Apple Pencil первого поколения, и iPad Pro и Apple Pencil второго поколения. Соответственно, iPad Pro, с которым совместим Apple Pencil второго поколения, был только один выпуск, и, соответственно, iPad 2018. После iPad 2018 у нас выходил iPad 2019, который, по сути, практически ничем не отличается, но есть вероятность, что он дает чуть-чуть побольше производительности, от этого больше возможности и количества слоев. Но я не думаю, что это принципиально. Сделаем сейчас здесь тоже побольше яркость, чтобы они у вас были одинаково яркие и красивые, и сейчас будем сравнивать. Итак, если мы хотим создать новый файлик, плюсиком в программе Procreate показываю ширина сантиметра 21 на 29, то есть ширина 29 сантиметра, высота 21, и разрешение стандартное 300, в котором я рисую эскизы, то он нам пишет, что возможно сделать 59 слоев при таких характеристиках. Берем iPad 2018, создаем файлик, плюсик, сантиметры, ширина 29, высота 21 и разрешение 300. И он нам пишет, что здесь возможно сделать только 19 слоев. Это к вам к вопросу, чем отличается iPad Pro от обычного iPad. Он отличается размером мозга, если это так можно назвать. Это имеется в виду не та память, на которой хранятся фоточки. У этого планшета память 128, у этого планшета память 512. Но не она влияет на эти характеристики. Она влияет лишь на количество файлов, которые можно, допустим, сохранить в той же галерее программы Procreate. Вот я имею в виду, в галерее это вот здесь. То есть хранение большого количества файлов внутри этой галереи и занимает место на планшете. И здесь нажимаем создать. Итак, мы создали файлики с разрешением 300. Теперь давайте попробуем создать с разрешением 600. 29, высота 21, выбираем сантиметры. И пробуем сделать 600. А iPad Pro нам пишет, что можно будет получить 11 слоев при таких характеристиках. Что нам скажет iPad 2018? Мы берем плюсик, ширина 29 сантиметра, высота 21, разрешение 600. И он пишет слишком большой размер. То есть невозможно вообще сделать файл с размером 600 DPI при размере А4. Можно удалить и попробовать сделать 450. При 450 iPad 2018 нам дает возможность 6 слоев. На 450 я бы рекомендовала рисовать фэшн иллюстрации, так как там очень много приходится приближать, чтобы прорисовать, допустим, глаза, ресницы. Для интерьера вполне достаточно 300. И здесь пробуем также сделать 450. Там 6 слоев, здесь 24. То есть от этого вот все зависит. Значит, если пойти посмотреть, условно говоря, в настройке, мы можем посмотреть об этом устройстве и увидеть здесь. Что мы здесь можем увидеть? Емкость памяти. Да и все тут. Особо даже не увидишь, какой у него движок, мне кажется. Это тут даже не указано. Так что не стоит, наверное, в это все вникать. Разница в цене у них существенная. Но для того, чтобы рисовать, по сути, большой разницы нет. Между Apple Pencil 1 и Apple Pencil 2 тоже нет практически. Ну, не то, что практически, никакой разницы нет. Просто разница в чем. У Apple Pencil первого поколения, iPad 2018, либо 2019, мы его будем заряжать вот таким вот странным образом. Во-первых, это опасно тем, что может ребенок прыгнуть или что-то. То есть гнездо у нас, сами понимаете, у айфонов и у айпадов, это такое место, которое легко ломается. Соответственно, заряжается он вот так, через засовывание. Также он привязывается к планшету для того, чтобы создать пару. Плюс еще теряется все время вот этот магнитный волшебный колпачок, который прикрывает. Допустим, у первого такого стилуса у меня ребенок его просто сгрыз. Это раз. Допустим, закрываем колпачок, все аккуратненько кладем. У iPad Apple Pro стилус крепится к боковому торцу на магнит. Таким образом, он к нему коннектится и создается пара. И плюс таким образом он заряжается. То есть, по сути, это удобно. Меньше возможности потерять стилус где-нибудь у себя на рабочем столе, потому что он все время к нему примагничен. Есть в этом безусловно удобство. По поводу рисования. Абсолютно никакой разницы между стилусами первым и вторым нет. Разница есть лишь в тактильных ощущениях. Допустим, смотрите. Здесь мы то же самое. Берем темный цвет. Все так же отлично коннектится. Прекрасно и замечательно. Линии живые, красивые. И здесь, и здесь. Выбраны одни и те же. Давайте сейчас я выберу одни и те же кисточки. Вот M-Lines на iPad 2018 и M-Lines на iPad Pro. Никакой разницы. Прекрасная чувствительность. Отличная штриховка. Шикарно реагирует. Рисует четко там, где ты начинаешь вести линию. То есть, в этом плане вообще абсолютно никаких проблем. Реагирует быстро. Никак не тупит. То есть, если кто-то боится, что этот просто будет тупить, он не будет. Тон тупить. Все это замечательно. По тактильным ощущениям. Apple Pencil первого поколения. Он такой блестящий, пластиковый. Второй матовый. Не знаю, насколько это видно на видео. Но второго есть один такой плоский торец. Для того, чтобы крепиться к магнитному креплению. Этот абсолютно весь гладкий. То есть, этот как будто глянцевый, а этот матовый. Есть вот, ну, мне вот по ощущениям больше нравится. Плюс у него нет вот этого колпачка. Но это все мелочи, понимаете. На саму работу и рисование это никак не влияет. Давайте попробуем что-нибудь изобразить. Положим их горизонтально. Чтобы было нагляднее. Так, Apple Pencil один. И попробуем нарисовать на них, скажем, диванчик. Зарисовочку быструю диванчика. Можно в обоих включить с привязки. То есть, вообще никакой разницы внутри наполнения нет. Итак, нарисуем диванчик. С чего мы начнем? Можно включить привязки. Направляющие. Правка-направляющая. Перспектива. Задаем точку схода. Готово. Включаем привязку. И прорисовываем нижнюю линию основания диванчика. Для черновика лучше использовать попрозрачнее, потоньше цвет. Уводим его в перспективу. Замкнули. Подняли ножки. Ну, или цоколь нашего диванчика. Замкнули. Подняли. Замкнули. Мы абсолютно четко можем попадать в наши уголочки. Дальше прорисовываем цоколь плюс подушка повыше. Вот так сделаю. Поднимаю по дальней стенке цоколь плюс подушка. Проецирую вперед до пересечения с вертикалью. Опять сюда провожу. Попадаю спокойно во все линии. Немножечко не совпало. Нужно аккуратнее все делать. Нужно, чтобы все линии между собой хорошо совпадали. Для того, чтобы мы могли... Не должно быть нигде погрешностей небольших. Потому что эти небольшие погрешности потом превращаются в большие. Когда мы начинаем поднимать и у нас ничего не стыкуется. Поднимаем основание дивана. То есть его цоколь. Везде замыкаем. Они должны все у нас четко сходиться. Если не сходится, значит где-то какая-нибудь вертикаль не сошлась. Либо, допустим, здесь я вот линия не попала. То есть нужно следить за линией. Честно, ни одним другим стилусом у меня не получалось вот так вот реально рукой попасть непосредственно в ту точку, из которой я начинала вести и вести снова. Проводим и замыкаем. Если у нас нет погрешности, все замыкается четко. Дальше поднимаем сидушку диванчика. Проецируем тоже насквозь туда-сюда. До пересечения. И поднимаем спинку диванчика. Сюда. Делим ее на три части. На три части. Дальше я могу выключить привязки направляющие. Сделать этот слой попрозрачнее. Создать новый. И на новом слое уже прорисовать непосредственно сам мягкий диванчик. Итак, это спинка. Здесь у нас пойдут сидушки. И здесь пойдет высота сидушки. У диванчика. Итак, подушка. Поехали. Прорисовываем здесь подушку на диване. Хочется сделать чуть повыше. Сюда мы вытаскиваем саму подушечку. Раз. Вторая подушечка. И третья подушечка. То есть мы рисуем как будто бы мы рисуем обычным карандашом на бумаге. Вообще никакой разницы. Тестировала сейчас разные стилусы. И понимаю, что, конечно, с Apple Pencil'ом мало что сравниться. Кстати, еще про небольшую разницу. То, что на Apple Pencil 2 появилась возможность переключаться между кистью и ластиком, когда мы нажимаем пальчиками на стилус. То есть на первом стилусе такой возможности не было. Итак, здесь прорисовываем толщину подушек дивана. Сузила. Дальше сюда сейчас дорисую подлокотник. Увожу его туда же по направляющим за спинку дивана. Теперь здесь то же самое. Прорисовываю высоту подлокотника. И увожу его по направляющим за спинку дивана. Так, вот наши два подлокотника. Дальше добавляю снизу цоколь дивану. Можно прям по привязке прорисовать. По привязке. И теперь ножки. То есть я чуть-чуть сдвинулась относительно первого наброска. Убираем. Первый набросок удаляем. Получили мы с вами вот такой диванчик. Здесь добавляем декоративные подушки. Так, второй планшет тоже включу. Добавляем декоративные подушки. Итак, ластиком удобно переключиться пальчиками, чтобы стереть лишнее. Добавляем еще подушку. Стираем непрозрачные линии. На диванчике можно дать тоже какие-нибудь немножечко штриховки. Здесь задать складочки. Убрать вот этот переход из подлокотника в цоколь. Под подушечками добавить падающую тень. Сюда тоже добавляем немножко штриховки. Сглаживаем подлокотник. Убираем вот здесь переход. Добавляем сюда тоже подушечку. Тонируем, ластиком стираем. Еще одну можно нарисовать подушечку побольше, допустим, сзади. Тоже ластик переключаемся, стираем. Добавляем штриховку. Так, между вот этими подушками тоже усиливаем. Итак, под диваном можно так же дать небольшую падающую тень. Здесь добавить чуть-чуть штриховки. На диван бросить плед. Куда-нибудь тут, который будет не спадать на пол. Тем самым перекрывая с собой фрагмент подушечки. Добавили. Ну вот, если нам нужно, мы можем поставить, положить сюда какой-нибудь, допустим, небольшой ковер. Ковер. По привязкам рисуем. Добавляем сюда живую линию этого ковра. Готово. Дальше можем также добавить цвет. Просто вы сейчас убедитесь в том, что по сути нет абсолютно никакой разницы между стилусами и планшетами по, допустим, процессу рисования. Добавляем ему мятный цвет такой. Усиливаем с теневой стороны поплотнее. То есть я просто сильнее нажимаю на стилус. Так, сам вот этот вот пледик можно сделать какой-нибудь сероватый, бежеватый. Тень на полу серую. Ковер тоже какой-нибудь светлый. Так, за диваном мы тоже можем сделать небольшую, допустим, там заливку. Под диваном поактивнее. Здесь от дивана тень добавить. Взять тот же цвет дивана, более насыщенный. Добавить тени. Под подушками, сидушками. На цветном слое. Можно создавать несколько цветных слоев, потому что не всегда кисти хорошо накладываются друг на друга. Поэтому можно создавать пустые слои, на них накладывать, потом склеивать. Итак, ну вот маленькая зарисовка такого вот диванчика. Итак, это у нас с вами был, подпишем мы сейчас, iPad Pro и Apple Pencil 2. Отлично. Теперь мы это дело откладываем. Берем iPad 2018 и Apple Pencil 1 и делаем все то же самое. Мы включаем линии направляющих. Холст, направляющие, правка, перспектива, одна точка. Готово. Уменьшаем размерчик файлика. Включаем привязку. Прорисовываем основание дивана. Уводим его в перспективу, чтобы вы понимали. Сам стилус абсолютно идентичен. Можно совершенно спокойно попасть в вот эти вот точечки. То есть, он полностью идеально попадает, когда вы хотите докуда-то довезти и откуда-то начать линию. Вы можете в нее реально попасть. Высота, проекция, высота и туда. Увели. Так, это основание дивана. Дальше мы прорисовываем его цоколь и сидушку. Поднимаю. Такой черновой себе слой. Цоколь, сидушку. Проецирую назад. Замкнули. Дальше поднимаем здесь подлокотник небольшой тоже туда. Можно сразу нарисовать его толщину. Увести туда. Так, вот он у нас пойдет, да? Подрежет еще диван. Здесь то же самое мы можем нарисовать подлокотник. Проецируем туда-туда. Вот тут он у нас закончится. Пойдут три подушки. Их высота. Делим их на три. И проецируем на сидение через точки схода. И здесь на высоту сидушки. Готово. Теперь мы можем, по сути, отключить вот этот черновой слой. Сделать его полупрозрачным. Полупрозрачным. Взять новый. И теперь прорисовать уже от руки. Еще, кстати говоря, можно на этом черновом слое добавить толщину задних подушек. Вот этих дальних. Так как мы смотрим сверху, мы будем это видеть. И если хотим, можно добавить сюда также какую-то линию ковра. Вот так. Теперь берем новый слой. На нем начинаем прорисовывать детализацию без привязки. Прорисовываем подлокотник. Уводим. То есть, мы как бы тот слой создаем черновичком для того, чтобы не сделать ошибок. Дальше у нас идет три подушечки. Мы тут видим их высоту. Вторая подушечка. Ее высота. Третья подушечка. Ее высота. И здесь можно чуть-чуть показать, что мы видим торец. Так, здесь подушки, сидушки на диване делаем мягенькие, взбитые сюда. То есть, диван рисовать по линейке, ну, как-то не очень камильфо, потому что он мягкий, он же сделан не из фанеры. Поэтому мы можем нижнюю подложку вычертить себе по линейке, но сам диван непосредственно нужно рисовать от руки. Вы понимаете, что сейчас я вам показываю быстрый набросок, но чтобы вы поняли, что разницы между двумя этими пенсилами по их производительности нет. Так. Дальше что у нас идет? Вот у нас идут декоративные подушечки. Только ластик придется брать вручную, потому что в ластике также нам нужно выбрать свою кисточку. На ластик не переключишься уже, просто тыкая по экрану, по стилусу. Поэтому здесь, конечно, есть небольшой минус. А так никакой абсолютно разницы. Между ними нет. Тыкай, не тыкай. Я по привычке иногда начинаю по нему тоже стучать. Так. Ну и все. Сюда мы можем добавить немножечко каких-то червячков, выключить нижний слой. На верхнем мы еще можем показать, допустим, здесь ковер. Сам планшет, его экран, чувствительность вообще никак не отличается. Вообще никак не отличается. Так. Привязку выключаем, чтобы она нам не мешала. Вот у нас получился наш диванчик. Мы также можем здесь нарисовать свисающий плед. Ластиком сзади стереть то, что не видно. Нужно не бояться нажимать стилусом на экран, потому что многие говорят, ой, а мне чуть стереть полупрозрачно. А на самом деле они просто боятся нажать по-человечески. Так. Ну, как бы если вы очень сильно переживаете экран, нужно установить на него пленку или стекло. Здесь ничего не установлено, ни на одном из этих планшетов. Падающую тень можно добавить сюда штриховочкой. Отлично. Ну, и теперь цвет создаем новый слой. Подтаскиваем под слой с построением. Берем кисточку копик. Берем какой-нибудь красивый цвет. И заливаем, по сути, диван. Легонечко. Раз слой. Дальше под подушечками. Потемнее падающие тени. С теневой стороны тень от подушки. Между подушечками. От подушки сюда. Подлокотник. Затемняем ту часть, которая у нас от света удалена. Берем черный, серый. Добавляем падающую тень под диван. От пледика на ковер можем добавить. Готово. Так, и еще можем взять вот этот наш синий. Уплотнить. Поменьше размер кисти взять. Добавить тени. Толщина подушки тоже потемней. На нее свет такой яркий не будет падать. Вертикальные подушки тоже более насыщенные. Так, эти подушечки можно сделать темненькие. Видите? Не выезжает за контур. То есть, очень клевые, чувствительные стилусы. И здесь. Затемнели падающую тень туда. И под подушечкой чуть добавили. Под подушками, сидушками вот сюда тоже можно добавить тень. Потому что от них будет падать туда падающий тень. Между подушками тоже немножко. Плед можно светлым сделать. Залить так вот сверху. Так, голубой еще возьмем. Потому что вот тут хочется все-таки цвет еще чуть-чуть добавить. Чтобы не был он белый в любом случае. На свету может быть еще белым. Он и может быть. Но тут везде в тени убираем. Внизу где тень. Соответственно не голубое. А серое. Вот у нас получился с вами такой диванчик. Итак. И это у нас. Пожалуйста. Айпад. Айпад 2018. Плюс. Эппл. Пенсил 1. И айпад про. И эппл пенсил 2. Дальше можно извращаться сколько хотим. То есть мы можем продолжать с вами рисовать. Можем взять светлый цвет. Добавить тут на подушечку. Немножко света. Прорисовки. Здесь какие-нибудь блики. Складочки. Здесь какие-то детальки. Пожалуйста. Раз. И возвращаем теперь этот сюда. Кладем этот сюда. И тут можно тоже чуть-чуть доработать. Сделать поплотнее. Поплотнее. Возьмем наш мятный, но более насыщенный. Возьмем копик опять. И немного затемним основание. Как вы видите, разницы между стилусами никакой нет. Нужно ли переплачивать? Не особо. Потому что в разрешении 600 вам нужно рисовать, если вы какие-то билборды собираетесь печатать. Так как я, допустим, обучаю рисовать по большей части интерьерный скетчинг. Это все-таки проекты. А проекты печатаются максимум на А3. Но если вам надо на А2, на А2 вы тоже 300 разрешений, либо 450 спокойно распечатаете. Если говорить про фэшн иллюстрации. Ну да, классно рисовать их в 600. Потому что можно очень сильно приблизить. Допустим, я сейчас вам для примера покажу какую-нибудь фэшн иллюстрацию, которую я рисую в разрешении 600. Посмотрим сейчас холл, сведения о холсте. Ну тут 450, кстати. На 450 этот планшет способен. И мы можем тут рисовать хорошую детализацию. Потому что при 300 у вас это будет вот так уже, пиксели. А тогда рисовать некомфортно. Вот в чем разница. Для фэшн иллюстрации 450. Этого более чем достаточно. Для того, чтобы заниматься, допустим, какой-то полиграфией. Не печатать гигантские какие-то файлы. Сейчас я здесь обрежу. Кстати, если, допустим, мы файлик кадрируем, то у него сразу изменяются размеры. И получается, можно сделать больше слоев. Тоже это стоит учитывать. Для фэшн, допустим, если вы рисуете аватарки, какие-нибудь портретики, если вы рисуете коллекцию одежды, если вы рисуете иллюстрации для журналов, этого достаточно, вы на А2 все это распечатаете, 450. Если вам нужно печатать что-то гигантское в 600, ну тогда вам нужен Pro, потому что он профессиональный. Я, по сути, его купила из-за того, что у него магнитное крепление. Я не исключаю, что iPad 2020 они могут тоже сделать с магнитным креплением, потому что, безусловно, с этим стилусом комфортнее работать, из-за того, что его меньше возможностей потерять, потому что у него стилус просто не потеряется. Добавляю цвета в диван. Более такого мятного. Тоже можно сделать темные подушки. Ну и то, что он стирает ластиком, удобно. Смысл им продолжать производить планшеты, которые совместимы с первым пенцилом. Ну зачем? Когда второй пенцил удобнее просто тем, что он может стирать, и то, что он не теряется, окрепится. Я думаю, что, знаете, им там ходить тоже с тем, что все будут переходить со сломанными гнездами со стилусов и iPad'ов, тоже ничего хорошего в этом нет. Так что я очень надеюсь, что все-таки они новые планшеты будут делать со вторым пенцилом. Но, как вы видите, разницы нет. Так что гнаться там за тем, чтобы купить про, когда он стоит там от 60 тысяч. Есть смысл, если у вас есть эти деньги свободные, вы зарабатываете, вам купили в подарок и так далее, тогда да. Но если вы покупаете для учебы, я больше сторонник того, чтобы купить обычные 2018-2019. Возможно, да, сейчас уже анонсирован 20. Во всяком случае, прошка анонсирована 20. Я думаю, что и обычные тоже сейчас 20 появятся. Ну вот на данный момент съемки этого видео. Это апрель, конец марта, да, почти 1 апреля 2020 года. Соответственно, линейка обновится. Но все равно мы продолжим с вами работать этими же стилусами, потому что многие будут работать еще Apple Pencil 1, Apple Pencil 2 с планшетами 18-19, которые только купили. Так что я думаю, все равно это видео будет актуально. Вот и все. Вот что у нас с вами получилось. Такие два замечательных стилуса, два прекрасных планшета, которые друг другу совершенно не уступают. Поэтому я рекомендую оба. А дальше все исходит из ваших возможностей. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, было полезно. Всем удачи. Всем пока-пока.